Депутаты Аксакала, общественные деятели, промышленники. Актив города ждет встречи с руководством республики. Первым взял слово мэр города. Айдар Медшин в кратком докладе рассказал о последних достижениях Нижнекамского района. Строительство домов культуры, школ, программа чистая вода и восстановление освещения на селе, строительство домов офисов для участковых полномоченных полиции и ремонт дорог. И наряду с совершенствованием инфраструктуры мы создаем необходимые условия для развития семейных ферм и частных подворий, что в совокупности позволяет и сохранять, и приумножать сельский уклад жизни. Объекты культуры, здравоохранения, дороги и многое другое. Все это было сделано благодаря республиканскими федеральным программам. Поблагодарив за оказанную помощь, Айдар Медшин передал слово президенту республики. Своё выступление Рустам Мениханов начал с похвалы, отмечая, что в Нижнекамска большой потенциал. Дальше, конечно же, пошёл разговор о промышленности, экономике. Не обошли стороной и темы волнений на юго-востоке Украины. Мы видим, что происходит на Украине. Мы пережили 90-е годы. В 90-е годы в Татарстане ситуация была очень напряжённая. Но разум, разум Бориса Николаевича, Ментимир Шариповича, Владимира Владимировича, не только мы стабилизировали ситуацию, мы сегодня один из просветающих регионов. Это возможно только, если есть на территории мир согласие, взаимоуважение. Если этого нет, никакие деньги, никакие инвестиции, никто к нам не придёт, никто с нами работать не будет. После недолгого выступления нижнекамцы начали задавать интересующие вопросы. Один из первых и наболевших – катастрофичная нехватка специалистов в больницах. И вот, уважаемый Рустамур Галимович, хотелось бы, мы предлагаем вернуться в старое понятие распределения. Когда студент, который получил образование на бюджетной основе, должен отработать в государственной системе на определённый срок. Это решение федерального центра. Мы этот вопрос и перед депутатами Государственной Думы поставим. Это совершенно объективно правильно поставленный вопрос. Но для Нижнекамска надо посмотреть, сейчас очень много семей медиков приезжает с Украины, приезжает из Кыргызстана. Значит, надо нам всё-таки какой-то объём жилья определить по программе социальной ипотеки. Вообще, эти болевые вопросы надо решать. Помимо вопросов звучали в адрес президента и слова благодарности. Пользуясь случаем, жительница 44-го микрорайона попросила о помощи. Вот в Лагашингры недавно открыли детскую площадку, построили два замечательных детских садика. Огромное спасибо. Но остаётся острое необходимое строительство школы. Школы соседних микрорайонов переполнены. И детям приходится ходить в удалённые районы. Президент обещал обязательно подумать и что-нибудь решить, после чего поблагодарил всех активистов города и попросил продолжать работать в том же духе. Айгуль Леблонская, Максим Липин, Новости НТР.